Даша Никулина занимается танцами и рукопашным боем. Не минуты свободной. Но время поучаствовать в конкурсе нашла. Макет снежного городка делали всей семьей. Оказалось, не зря. Именно эта работа заняла первое место. Сделали лабиринт, и там можно посмотреть историю нашего города. Сделали горки. Нам захотелось сделать каток вокруг елки, потому что когда-то мы ездили в другой город, увидели этот каток, нам очень понравился. Идею будущего снежного городка на суджюри представили больше сотни участников. Самому младшему два года. Маленькой Ане рисовать зимнюю сказку помогала мама. Хотелось бы побольше для детей развлечений различных, потому что там в основном одни фигурки, а чем заниматься детям, мало чего есть. Вот я сделала там лабиринт, нарисовала. Очень интересно, если дети будут там играть. Подарки от компании Сибека получили все участники конкурса. Первым трём победителям достались денежные премии. Это был пробный проект. Мы считаем, что он успешно состоялся. Действительно, в этом году это будет необычный городок. И очень важно, что именно детские проекты стали его основой. Организаторы уверяют, снежный городок будет интересен и детям, и взрослым. Горок деревянных точно не будет. Но снежные фигуры будут, конечно, но не в том качестве, не в том количестве. Я не хотел бы раскрывать всех секретов, но это совершенно будет другой зимний городок, который бы мы действительно хотели видеть. И мы постараемся это вместе сделать. Строить зимний городок начнут на следующей неделе. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС.